Когда-нибудь читали книгу 1001 фильм, который вы должны посмотреть? Ну так вот, сегодня мы говорить будем о противоположном. Фильмы, о которых пойдёт речь в этом ролике, делят одну страшную судьбу – все они получили нулевой рейтинг на Rotten Tomatoes. Давайте посмотрим на самые крупные провалы боевиков по версии критиков на Rotten Tomatoes. Вот что произойдёт, если вы спросите актрису Люси Лью о провальном фильме 2002 года, Экс против Сивер. Если вы и слышали об этом трэше, то это, наверное, потому что 116 критиков поставили ему статус гнилой на сайте лицензий. К тому же фильм по сей день удерживает рекорд по количеству негативных отзывов на Rotten Tomatoes, и на то есть серьёзная причина. Люси Лью играет персонажа Сивер – мстительного бывшего агента службы госбезопасности. Антонио Бандерас играет Джеремия Экса – бывшего следопыта ФБР с отличной стилизованной бородой. Вместе они носят чёрные боевые костюмы, подходящие им по фигуре, взрывают всё подряд и пафосно дерутся в кадре. На этом всё. А вот самый лучший диалог фильма. Самое время поговорить о фильме Под откос. О том самом, который с Жан-Клодом Ван Дамом. Вышел этот опус в 2002 году и рассказывает о поезде, о Ван Дамме, который бьёт людей, и о том, как он это делает в поезде. Если бы у одноразовых проходных боевиков было лицо, это было бы лицо Ван Дамма. Актёр на протяжении 20 лет выпускал исключительно плохие фильмы, начиная с 1988-го. И всё это до тех пор, пока он не пошёл на публичные шутки про самого себя в фильме ЖКВД 2008-го. Под откос, наверное, является самым показательным фильмом, но приключенческие Инферно 99-го и Тайна Ордена 2001-го ничем не лучше и тоже получили рейтинг 0% на Rotten Tomatoes. Было время, когда зрители серьёзно покупались на комедийный стиль семейки Уэйенс. В живом цвете они отыграли превосходно, и до сих пор негативы не вызывают белые цыпочки и шалун. – Ку-ку-ка-ка? Но выпущенный в 1994 году фильм Киннана Айвори Уэйнса «Пропавшие миллионы» был отчаянной попыткой звезды снять экшн-комедию, которую он сам написал, снимал и был в главной роли. Само по себе название уже провоцирует критиков на шутки. Он умудрился написать такие клишейные сцены драк, что фильм стал настоящим провалом. К тому же здесь были собраны оскорбительные стереотипы про геев. Это, по сути, является стандартным правилом – акулы плохо воспринимаются в кинотеатрах, если в сюжете нет торнадо или астронавта, в котором надо спуститься на Землю. Однако создатели, стоявшие за смехотворным произведением 2012-го «Заклинательница акул» не уловили этого. Холли Берри играет Кейт – профессионального заговаривателя акул, который видит вещи такими, какие они есть. Кто-то отчаянно хочет получить ещё один Оскар. Короче говоря, Кейт – суперпрофессионал, который знает об акулах всё. И по ходу фильма становится понятно, что она и правда эксперт. У героини заканчиваются деньги, и она соглашается устроить богатенькой семье тур среди акул в самом опасном уголке моря под названием Акулья аллея. Вы, наверное, уже догадались, что будет происходить дальше, да? Фильм поднял всего полмиллиона в прокате из 25 затраченных. И это не особо удивительно, потому что вы уже и так видели его лучшие кадры. – Я – шокий крышка. – Да! – Легенды. – Перейдите! – Перейдите! – Перейдите мне, чтобы сделать деньги! Выпущенный в 2016-м фильм ценный груз имеет всё, что нужно. Брюс Уиллис... Хотя в принципе нет, только Брюс Уиллис, и всё. – Слышно. Уиллис играет своего классического персонажа, бьющегося из последних сил простого парня. – Я не делаю деньги, которые у меня отзываются. Это не хорошо для бизнеса. Проходничковый триллер был категорически опозорен критиками. Один рецензент даже написал очередной фильм, который никому не нужен. Но вы наверняка думаете, что есть в этом фильме хоть что-то, за что его можно похвалить. – Нет. Да Брюс!